по сути спать нужно не меньше семи часов за 6 мало что успеваешь естественно с точки зрения сознательной работы чтобы ночью не происходили не проходили даром ну основываясь на собственном опыте могу сказать что как только я отрешаюсь от внешнего мира и перехожу в состоянии сна я сразу перехожу или то что я называю собой на тонкий план бытия на астральный план где в течение всей ночи всей ночью от начала до конца пока я не пробуждаюсь если я пробудился я всегда переворачиваюсь на тот или иной бог только пробуждаюсь я никогда бессознательно не верчусь во сне я проснулся перевернулся опять продолжаю спать у меня вот так все происходит так вот все время да я течение ночи продолжаю сознательное существование то есть в мире сновидений каких разрывов сознания или провалов вот без памятства у меня нет нет совершенно таком никогда не бывает все время происходит какие-то события словом сознательная жизнь продолжается во сне я сейчас не могу себе представить что в какие-то моменты или периоды не живешь что тебя вообще нет но вообще нет видимо в сновидениях вы живете на память у вас нет на то что вы там делаете с чем вы сталкиваюсь понятно не помните вы после того чтобы помнить нужно действительно метод тот орган который действительно способен помнить все когда истинная сущность пробуждается уже вот провала в память просто не бывает ясно и в сновидениях ты абсолютно не вспоминаешь о земном существовании вы заметили или нет и так хорошо в сновидениях на все это иногда а еще не болит то я имею ввиду тело она там не присутствует сновидениях тела нет физически вот нашего тела его нету сновидениях то есть теряется связь с материальным миром так что нас еженощно приучает к неизбежному расставанию с телом сновидения происходит естественно много необычных по земным меркам событием это там тоже ничему не удивляешься там такие фантастические вещи бывает а вы не удивляйтесь не удивляюсь тот по пробуждение если вы помните дом боже мой какая вроде как чушь а там не чушь там все логично вот он такие интересные вещи вот те люди которые говорят что они не видят снов или видит их крайне редко либо во сне пребывает в нирване то есть уносят куда-то над головой они просто покидают астральные планы вообще тело физическая связь не имеют с ним либо просто не помнят сновидений по причине разрыва сознания за слабого развития истинной сущности то здесь слабой связи с ней вы не помните но бывает такое и спустя примерно полгода после духовного рождения когда наш истинная сознательная сущность становится хозяином у меня наступил период который продолжался около месяца около месяца продолжался периоду когда я не мог понять сплю я или бодрствую очень странное было состояние в течение месяца не знаю наверно месяц может больше но не меньше то есть реальности тонкого и физического планов бытия настолько стали неразличимы что мне казалось что я больше не сплю то есть продолжается одна единственная не имеющая разрыва в сознании жизнь то есть где сон где где сновидение где реальная жизнь физической и я не мог все одинаково в ощущениях был просто одинок восприятие был абсолютно одинаково и постепенно острота моего ощущения в одинаковости того и другого она спала это острота но просыпаюсь утром я с нетерпением ждал ночь все как можно скорее отправиться в мир сновидений где продолжалось на сказать сознательная духовная работа в условиях кардинально отличных от земных порой экстремальных и необычных условий но условия безумно интересны и я понял что сновидение для нас но для тех кто идет по пути сознательной духовной эволюции от своеобразный тренажер где мы можем оказываться в тех условиях которые в земной жизни ну пост невозможно придумать а нам надо что-то проработать вот там мы оказываемся в ряде ситуаций в которых надо правильно поступить ясно правильно поступить с точки зрения понимать что такое правильно поступить да не дергаться не суетиться принять правильное решение тренажер в самых необычных условиях вас выставят какие-то . там ситуации непривычные которые невозможно воспроизвести в земной жизни вы там должны правильно себя повести или поступить ведь как очень важен и мир сновидений где тоже происходит сознательные какие-то ваши действия то чтобы в конце концов идентична должны быть плане сознательность что в земной физической жизни что в мире сновидений то чтобы не было разделение сновидений поведете себя бессознательно паникуете там прячется от кого отчет боитесь все должно быть одинаково уже понятно вот это важный момент одинаково с вашей стороны то есть не должна быть сознательным сновидением полностью если до духовного рождения сновидения вспоминали с урывками то теперь они видятся целостным если раньше сновидениях ты был заложником ситуации был не в состоянии их изменять ну где-то бежал от кого-то прятался и очень радовался когда вдруг просыпался и дорогой слава богу это сухо но бывает так в теле оказывался пощупал себя в это сон то теперь ну с некоторых пор ты уже не побитой пробуждаешься ты в прямом смысле становишься хозяином положения ты будешь позитивно менять ход нежелательных событий нежелательных событий это замечательно тем что подавляющее большинство негативных событий нашей физической жизни предварительно формируется или проигрывается на тонком плане бытия и сознательно меня их направленных сновидениях мы способны обезопасить себя и своих близких отряда потенциальных опасностей ясно вот они там формируется не случайно же вещи сны существует понимаете да если вы правильно поступили повелись а в сновидении бы в общем-то соблюдайте технику безопасности определенную не даете возможность проявляться ряду вещей которые могли бы вызвать нежелательные на следующий день или там через день нежелательные последствия понятное да потом атаку к сновидениям относимся наплевательски вообще тот серьезная вещь очень серьезная вещь потому что продолжение нашей жизни ясно ли нет вот того чтобы называем собой не провалы не урывками что-то это продолжение сознательного существования должна быть и в снобедениях меня нисколько не поражает и не поражал тот факт что практически каждую ночь я вижу одновременно и живых и так называемых мертвых людей фантом на холодных людей могу ведь знакомых они знакомы все они живут и действуют по каком-то причудливо написанному сценарию но это нисколько тебя не удивляет сновидений ты воспринимаешь от нормально интересно что видение во сне уже умерших людей вот а я понимаю ваш не то есть помню во сне что они умерли ну умерли вот нисколько не связывает тебя с физическим планем где их уж точно нет да я понимаю что они есть оба плана физически виталий настолько тесно переплетены в сновидении что разделить их практически бывает невозможно я их вижу и в общении с ними я как то если не то что в общении вот это холодные фантома ты поминаешь понимаешь что этих людей нет это некие холодные фантомы они холодные безжизненные и во сне я сознательно проводил обсудим первое время эксперименты касающиеся проверки сохранения или отсутствия тех или иных земных физиологических ощущений так я определил для себя что сохраняется вкус осязание обоняния а со слухом дело обстоит иначе то есть звуковые колебания по видимо во сне не ощущается то есть речь формируется воспринимается где-то внутри общение идет на невербально мор а что касается анализа событий прошедших во сне то заниматься этим категорически не следует в противном случае вы станете прямым заложником ситуации в которой вы попадаете во сне и можете стать марионеткой астральных сил то есть анализ сновидений парализует живой жизнь когда начинает анализирует а к чему бы это что может произойти просто никак не анализировать оставить этот вопрос без внимания а спать действительно по времени нужно столько сколько требует ваш организм ну мой организм 7 8 часов требует меньше если я сплю меньше я чувствую себя не очень хорошо тело дает о себе знать она не очень хорошо чувствует когда она не отдохнет если у вас есть свободное время вас клонит ко сну то не боритесь этим состоянием прилягте от всегда полезно всегда полезно если есть свободное время особенно первое время как поток ступили на путь сознательной духовной эволюции и когда вы обретаете ментальное витальное спокойствие доселе вам неведомая сонливость во всякое время нормальное явление то есть вы же успокоились и вам хочется перелечь и отдохнуть явление нормально и не является следствием какого-либо заболевания сонливость появляется несколько лет я спала по два с половиной часа в сутки то есть ночь у меня продолжалось два с половиной часа я направлялась прямо к сад чита нанди вот она восходящая медитация перед засыпание делала улетала из тела а потом возвращалась так и проходили два с половиной часа но тела не отдыхала так было пять или шесть лет но я прекрасно видела что тело недовольно она не успевает сжечь токсины вообще-то в состоянии сновидения беднее в состоянии сна мы все-таки худо-бедно открываемся вот в обычный человек нисходящему потоку и кое-какие процессы по нейтрализации ряда токсинов уже не по биохимии телесная через ту силу которая ну куда бедно как-то проникает все-таки до в состоянии покоя во сне какие-то процесс по очищению организм происходит действительно то что накопилось она работа на в процессе обмена веществ вот так вот она действительно поняла что вот те два-три часа которые она в полном безмолвии без сновидения там где-то пребывает для нее вроде нормально для того что она называет собой а физическое тело но в общем то не отдыхала и отдыхала и постепенно утомление давала себе признать давала себе знать и остановилась хронически то есть во время нормального сна в теле происходит процесс его очистки от токсических продуктов обмена веществ которые образуются бодрствующем состоянии в ходе активной жизнедеятельности организма так что 7-8 часов в сутки есть оптимальное время которое требуется для нейтрализации токсических отходов уметь использовать ночь от замечательно эффект получается двойной с одной стороны от не дает вернуться назад то есть потерять достигнутые что бывает очень мучительно и с другой стороны продвигаешься вперед развиваешь свои успехи ну же такое уметь использовать ночь и это означает быть сновидениях сознательном то есть в жизни в сновидениях надо быть сознательным не делать глупости не совершать ошибок то есть закреплять на астральном плане мире сновидении достигнутой вами в духовной работе на физическом плане быть я закреплять уроки вот о необходимости бодрствования сознания говорили все великие духовные учители бодрствующие сознание состояние ведь сознание пребывает настоящем моменте время здесь сейчас помните и когда спаситель призывал своих учеников не спать а бодрствовать ом чангет бодрствуйте не спите то он именно это имел ввиду пребывать в реальном моменте времени чтобы видеть что входит в вас что пытается вас реализоваться ну то что в общем то может привести к неприятным последствиям не просто автоматически что-то делать повинуясь импульсом да а действительно видеть как на экране что пытается вас внедриться что пытается реализоваться вот так что он не призывал своих учеников не спать ночами он говорил о бодрствовании на всякое время ясно и в сновидениях тоже бодрствуйте не делайте глупостей а этот призыв его был неправильно понят христианскими монахами до которые изнуряли себя ночными бдениями в результате навлекали на себя полчища бесов с которыми они десятилетиями вели бесплодную борьбу истощая при этом психику подрывая физическое здоровье взять не спать ночью это вообще ужас вот они это делали естественно потом днем спать хочется днем там какие дела над делать но обычно да ну в общем это все не так то есть бодрствуйте не спать означает совсем другое не выпадать из реального времени находиться на божественной волне не человек бодрствующий днем он сознателен и в сновидениях это огромное достижение в духовной работе когда вы сознательны в сновидениях ведете себя ну прилично я давно поняла ночью совершается действие не образа не символы не картинки это действие но происходит они не на человеческом уровне так вот до тех пор пока а мать спала в нирване туда куда-то удалялась до где происходит да она не видела сновидений для нее сам факт появления действий вот после засыпания в сновидениях и они он был неожиданным она начала понимать что действительно это не не какой-то мираж не какие-то галлюцинации там действительно ты погружаешься в мир где совершаешь определенное действие определенных условиях в определенном окружении вот происходит действительно необычный порой просто фантастические события но они реальные мы-то думаем что сновидений это что-то нереальное но а самом деле это реальные вещи вы же там переживаете плачете да порою а есть такое нет чушь там нереального то все реально только странно все как-то да мы же привыкли что реально это когда вот тут пощупал поглядел вот она тут реально а там нереально реально потому что наша истинная сущность это что мы называем собой она не может прервать существование она погружается или уходит на другой план где продолжает сознательное существовать вот и все не бывает так чтобы вот вы вообще исчезли и пропали навсегда без следа и памяти без памяти бы ничего не память о земной жизни в сновидениях бывает так что у ее нет просто нет что вы где-то еще на земле жили или были вот в мире сновидений она может отсутствовать заметили или нет но бывает такое и когда люди говорят о нереальности мира сновидений ну позвольте с этим не согласиться это самая настоящая реальность и нового плана бытия где все происходящие события несмотря на их порой абсурдную для земного плана форма имеет реальную основу реальную силу когда ты находишься в сновидения то чтобы там не происходило это не кажется тебе абсурдным только после пробуждения вспомнив сон ты осознаешь его необычность только после этого а так там ничего абсурдного нет нормально в сновидениях самых неожиданных обстоятельств нам предлагается разрешить самые разнообразные задачи от вашего решения верного или неверно зависит дальнейший ход событий вот режиссура снов порой просто гениальная как там их выстраивает от режиссер и кто там в качестве режиссера выступает просто удивительная когда ты сознательный 8 сознательный то во сне возможно очень интересная и насыщенная событиями жизнь и твои действия в сновидениях определяют меру твоей сознательности вот насколько ты там сознательно как ты действуешь это мера твоей сознательности то есть как результат работа на пути сознательной эволюции ясно если можете это сверить часы если ты обрел во сне что-то материальное то по пробуждению ты теряешь а если обрел духовное то но при суп присовокупится к тому что у тебя имеется уже в душе материальное во сне есть ты обрел что-то но на это материальный план не вернется ясно а вот то чтобы наработала художья то призыва купится к накопленному там уж точно ты сюда не возьмешь ни туда ничего отсюда не возьмешь ни оттуда сюда не принесешь только сознательность ясно оказывается что во сне можно даже в духе родиться такой такие два примера у нас есть подъем энергии кундалини полная продувка энергетических каналов и канальцев также возможно в состоянии сна по сне случается исхода в тело супраментальной силы такой запредельные феноменальные мощи и в мире сновидений совсем иное течение времени там ну другой что квант времени там за совсем короткий по земным меркам промежуток времени может произойти уйма событий которые имеют большую протяженность во времени ну если земное время да я как-то имел опыт который подтверждает это так за 5 минут до пробуждения ну до звонка будильник я когда человек заводил будильник сейчас я вообще забыл когда я делал но вот я пять минут вижу там осталось я погружался в сон и там со мной происходил множество события куда-то ехал до останавливать это беседовал гулял над куда-то ехала все пять минут зазвенел будильника я там прожил наверное или проехал столько что потребовалось здесь наверное там полдня вот такой интересный феномен там другое время другое течение времени просто но она течет тоже каким-то образом вот еще я заметил один интересный факт и до сих пор он имеет место быть по приезде в другой город другое место меняется от макс атмосфера и режиссура сновидений вот там другой режиссер как будто там сменился режиссер и сновидений пункта по другому сценария отличного до который думал очень странно тоже до впечатление такое что сменили режиссера который затрагивает совсем иные полосты вашего сознания то есть в разных городах свой репертуар сновидений это я тоже заметил